11 марта 2016 года 42-летний Сергей Безруков тайно женился на 32-летней Ане Матисон. Они не стали устраивать пышных празднеств, просто пошли и расписались. Ее родные узнали эту новость, только когда она пару дней спустя им позвонила и сообщила. Мама Анны, иркутская журналистка Ольга Матисон, давая комментарии прессе, подтвердила сам факт и отметила, что все обошлось без свадебных пошлостей. Актер о своих новых отношениях заявил в соцсетях. Кообщаю вам о своем новом статусе. Да, женился. Спасибо всем за искреннее поздравление и понимание. Популярный певец и композитор Валерий Меладзе скрывал раскол в отношениях с женой более 10 лет. Но в 2013 году откровенно признался в существовании тайного романа и признал внебрачного сына, который родился в 2004 году. После шокирующего признания законная супруга Валерия Ирина подала на развод. Процесс завершился в январе 2014, накануне их серебряной свадьбы. Не так давно бывшая жена певца Ирина Меладзе рассказала, что знала об изменах. Что поведение Валерия неожиданно изменилась. Как любящая жена, я задавала вопросы. Он говорил о неприятностях на работе, что у него куча кредитов в банке. Это длилось несколько лет. Я ходила в церковь, не могла понять, что происходит. Думала, это кризис среднего возраста, думала о чем угодно, кроме реальной причины, вспоминает Ирина. Страшная правда открылась ей в 2006 году на одном из концертов мужа, где Валерий исполнил песню «Смотри, как я без тебя научился жить». Которая, как выяснилось позднее, очень точно передавала всю пикантность сложившейся ситуации. Резидент комедий-клаб Гарик Харламов ушел к звезде сериала Интерна Кристине Асмус в декабре 2012 года. Он развелся с женой Юлией Лещенко, прожив с ней семь лет. Пять в гражданском браке и всего два в официальном. Он познакомился с Кристиной уже после шикарной свадьбы, о которой так мечтала Юля, и его жизнь стала похожа на шпионский детектив. Влюбившись, Бульдог тщательно заметал следы бурного романа на стороне. Однако новая любовь победила, и он откровенно поговорил с женой. Та была в шоке. Если бы я знала, что у меня уводят мужа, боролась бы за него до конца. Ведь я любила его больше жизни. Но после того, как он так долго меня обманывал, на это не осталось ни здоровья, ни сил, ни желания. Все эти месяцы я не раз задавала вопрос. Гарик, у тебя появилась другая. Но узнавала о похождениях мужа не из его уст, а из газет, рассказала правду о Харламове его бывшая жена. В марте 2016 года один из самых скрытных и загадочных российских актеров Евгений Цыганов стал абсолютным рекордсменом по количеству детей. Звезда Юлия Снегирь родила сына, который стал уже восьмым ребенком Цыганова. Остальные семеро детей, Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера, родились у Евгения в фактическом браке с актрисой Ириной Леоновой. Примечательно, что дочь Вера появилась на свет в сентябре 2015-го. Всего за полгода до ребенка Юлии Снегирь. О расколе в многодетной семье Цыгановой и Леоновой давно знали многие друзья пары. Он уже уходил и возвращался. И вот после громкого скандала звезда сериала «Оттепель» окончательно бросил свою жену героиню, находившуюся на последних сроках беременности, и съехал из их общей квартиры. Не появился артист и в роддоме в день выписки Ирины. Служебный роман между актерами Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым завязался в августе 2009 году на съемках драматического фильма режиссера Игоря Копылова не скажу. На тот момент Матвеев был несвободен, с 2008 года он был женат на актрисе Яне Сексте. Однако этот факт не помешал разгореться новым чувствам. С Яной Сексте Матвеев познакомился, когда они вместе работали над постановкой 41-й в МХАТЭ имени Чехова. Максим в то время был еще малоизвестным актером. А Яна до переезда в Москву, блиставшая на сцене Рижского Грамматического театра, была актрисой знаменитой табакерки Олега Павловича Табакова. Слухи о том, что между композитором Константином Меладзе и экс-солисткой его группы Виагра Верой Брежневой завязался служебный роман. Появились несколько лет назад, когда продюсер развелся со своей супругой Яной, матерью его троих детей, дочерей Алисы, Лии и сына Валерия. За год до этого со своим мужем, отцом ее дочери Сары, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, развелась и Брежнева. Освободившись от прежних отношений, звезды категорически отрицали существование между ними тайного романа. «Мне постоянно приписывают романы с девушками, си которыми я работаю», — говорил композитор. «Это минус моей профессии. Раньше вот перебирали всех участниц Виагры, потом Полину Гагарину. А сейчас снова про Веру стали писать». Это просто больная и скудная фантазия людей. Однако, несмотря на опровержение, осенью 2015 года они связали себя узами брака. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик для уведомления о новых видео. Всего хорошего!